«Моя история из жизни началась довольно странно. Я будущий медик, а пока подрабатываю медсестрой на выезде. Нет, это совсем не то, что подумало большинство слушателей. Моим пациентам надо делать уколы, мерить давление и сидеть рядом после сложных процедур. Таких страждущих у меня пока немного, так что когда позвонила моя дальняя тётя, попросив посидеть с её сыном, я с удовольствием согласилась. Тётя Рита была не самым любимым членом нашей большой семьи. Она редко появлялась на традиционных сборищах, не делилась рецептами салатов и правилами выращивания картошки, не принимала участия в обсуждениях цен и звёзд эстрады. Все это время она отдавала работе. Поэтому к пенсии жила в собственном доме, имела машину, отдыхала на импортных курортах, что тоже не прибавляло ей популярности. Всё это поведала мне мама, узнав про новую подработку. Дом был классный. Он выделялся среди всех окружающих башен строгими формами и обилием стекла. Дверь мне открыл тот самый сын. Узнала об этом я уже на пороге, когда мужчина, около сорока лет, крепкий, подтянутый, хорошо подстриженный и чистовый бритый, весело мне улыбнулся. Вы, наверное, Нина, моя очаровательная медсестричка. Я кивнула. Тогда входите, я покажу вам дом. В принципе, мне хватило бы его комнаты, кухни и ванной, но от экскурсии я не отказалась. Было интересно, как живут богатые люди. После осмотра комнат я прочитала назначение врача и очень удивилась, в моих услугах особой нужды не было. Вадим, мы быстро перешли на «ты», пожал плечами. Матушка решила, что без помощи симпатичной девушки я не справлюсь. Хорошо, что она тебе позвонила. Сначала шёл разговор о пожилой даме из частной клиники. И что я должна делать? Следить за моим самочувствием. Мама собралась в санаторий, а я только из больницы вышел после перелома ног, так что она опасается, что я где-нибудь паду и буду лежать, умирая от голода и жажды. Я покосилась на мужчину. О существовании телефона я знаю, серьёзно сказал он и заразительно рассмеялся. Теперь каждый день после занятий я заезжала в гости к Вадиму, он кормил меня всякими деликатесами и смешными историями. Мы вместе гуляли в парке, врачи велели разрабатывать ногу. Я делала домашние задания и отправлялась домой или к другим своим пациентам. По выходным мы ходили в кино и кафе, шлялись по паркам. С мужчиной было интересно и весело, разница в возрасте почти не ощущалась. И вот однажды я, как обычно, открыла дверь особняка, Вадим дал мне ключ. В доме было как-то непривычно тихо. Я сообщила о своём присутствии, прошла на кухню, где обычно что-то варилось к моему приходу, но там никого не было и царила тишина. Я реально стала нервничать. Тут откуда-то послушался стон. Я прислушалась, звуки доносились из гостиной. Я барсиком понеслась туда. Мужчина лежал на диване в какой-то неудобной позе и тихо мычал. Что случилось? Где болит? Врача вызвал. Вопросы так и сыпались из меня. Вадим шевельнулся, я подсунула руки под его тело, помогая перевернуться. Внезапно мужчина резко поднялся, а я оказалась на его месте. Вадим рассмеялся. Испугалась? Вот идиот. Я же серьезно подумала, что тебе плохо. Мне плохо без тебя. А с тобой хорошо. Его губы приблизились к моим, по телу разлилось приятное тепло, и я ответила на его поцелуй.